Пусть идет по планете, без печали утрат, Самый добрый на свете наш российский солдат. Он теперь, как и прежде, страж любви и добра. На настрановую надежду не стихает ветра. Поднять дух, внушить мужество и приблизить победу. В непростые времена, когда народ объединялся для борьбы с врагом и защиты своей страны, поэты слагали песни и стихи, которые прославляли бойцов. Сейчас такое же время. За два года СВО «Рязанские художники слова» выпустили шесть коллективных сборников. Сегодня в библиотеке имени Горького звучали авторские патриотические произведения о наших на ленточке. ПОДАЛУЛА ОКРЕСТНОСТЬ ВОКРЕ Сколько нас от велика и вражи Мужиков полегло на земле На патриотическую тему пишут у нас практически все в нашем союзе. Но мы все практически родом из Советского Союза. Нас всех воспитывали в любви к стране, к родине. Наши предки сражались во время Великой Отечественной войны. Мы все потеряли кто-то дедушку, кто кого, поэтому нам эта тема очень близка всегда была. И нас всегда воспитывали, что мы идем на смену наших отцов, нашим дедам. И сейчас, к сожалению, сражаются наши дети больше, а это еще больнее. За нами Россия по этой фронту. Это акция, которую уже провели во многих городах нашей страны. Творческие встречи приурочили ко Дню Защитника Отечества. Очень много сейчас проводят и акции, и очень многое делают для того, чтобы поддержать и нашего президента, и нашу страну в такое тяжелое время. Очень много появилось книг, которые отправляются сразу на фронт. И наши солдаты и офицеры читают в окопах стихи. 15 человеков Союза представителей России сейчас находятся в действующих войсках, исполняют свой воинский долг. Два секретаря Советского писателя России тоже в бою. Они изменили перо на штык и доказывают в деле, что русский писатель, русский поэт, он всегда был и остается воином духа. Любовь к родине и вера в победу. Стихи рязанских поэтов о вечных истинах, которые и сегодня объединяют русский народ в борьбе с фашистским захватчиком. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».